Люстры, бра, настольные лампы, торшеры, уличные фонари, встроенная арматура. Советская, 97. Ребята, привет! Меня зовут Мария Александровна, я работаю в Министерстве по чрезвычайным ситуациям. Наша служба приходит на помощь всегда, если случается беда. Но сегодня мы с вами в стране безопасности, самом безопасном месте на Земле. И здесь мы будем учиться простым правилам поведения в любой жизненной ситуации. Сегодня второе испытание для Натальи и Максима. Напомню, они четвертая команда, которая борется за звание эксперта по детской безопасности. В борьбу за звание детского эксперта вступили ваши соперники. Они тоже прошли по одному испытанию, и сейчас Спасайка покажет вам, сколько баллов удалось набрать всем участникам. Итак, внимание на экран! В стране безопасности уже выступили все пять команд, и вот как выглядит на сегодня турнирная таблица. Варя и Ярослав набрали 7 баллов. Вторая команда в составе Алены и Ивана смогли заработать 9 баллов. Следующими стали Арина и Арсений. Они набрали 8 баллов. Четвертыми в игру вступили Наталья и Максим, которые смогли набрать 9 баллов. И завершающей стала команда Алисы и Владислава, которая набрала 7 баллов. Посмотрим, чем закончится второй игровой день для сегодняшней команды. В прошлый раз вы выбрали тему «Полезные и опасные вещи» и разбирались с тем, как правильно обращаться с электроприборами. Вы все запомнили? Да! Ребята, чего ни в коем случае нельзя делать, если такой прибор неисправен? Для него дотрагиваться, пытаться самому починить. Нельзя проверять, в розетке есть ток или нет. Молодцы, ребята! А сейчас время выбирать тему нашей сегодняшней игры. У вас три зоны опасные осталось. Экстренная ситуация, опасные места для игры, опасность на природе. Может, опасность на природе? Не, лучше экстренная ситуация. Давай. Экстренная ситуация. Итак, вы выбрали тему «Экстренные ситуации». Ребята, а какие экстренные ситуации вы знаете? Пожар. Когда газ рядом с огнем. О, с вами вспомнил. Шар такой вот из молнии. Я помню, Саша мне рассказывал, что один раз был такой град, что даже пробил дом. О, вон, землетрясение, метеорит. Молодцы, ребята, вы правильно ответили и заработали один бонусный балл. Ура! Ура! Ура, наконец-то! Ну, а нам пора приступать к испытаниям. Для того, чтобы вам помочь справиться с моими вопросами, я предлагаю вам посмотреть мультфильм. Ответы на все сегодняшние вопросы там есть, так что смотрите внимательно. Ну что, ребятки, зажжем! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Стоп-стоп, что вы тут играете? Мы играем рок! Ха, рок, это по-вашему рок? Если хотите услышать настоящий рок, то вам просто необходимо взять нас к себе в группу. Друзья, играть со спичками опасно и детям категорически запрещается. Слышали, что книга сказала? Что может случиться? Ребята, давайте играть с нами! Пожар! Пожар! Срочно звоните! Лесная двенадцать! Что говорить? Я не знаю! Сначала нужно представиться. А, это Заяц! Заяц! Что дальше? Сообщить адрес, где происходит позар и место его возникновения. Улица Лесная двенадцать! Горит частный дом! Теперь нам нужно выбраться и дождаться приезда спасателей в безопасном месте. Обожаю жареную зайчатину! А почему мы ползем? Весь дым сверху, поэтому надо находиться внизу. Так мы не отравимся угарным газом. Держи! Это еще что? Если ты порвала свои штаны, не обязательно всем нам это показывать. Это мокрая ткань! Ею нужно прикрыть нос! Она тоже защищает от угарного газа! Выход! Ура! Мы спасены! Так классно знать правила безопасности! Дверь! Что, не открывается? Ой-ой-ой, что же с нами будет? Спокойно, друзья! В чрезвычайной ситуации главное не паниковать! А что, я должен, по-твоему, чай пить? Не паниковать! Не паникуй! Слышишь? Не паникуйте! Идите в самую дальнюю от огня комнату. Закройте все щели тканью и ждите приезда спасателей. Так, вроде все сделали, поэтому не паникуем и ждем спасателей. А вдруг спасатели не приедут? Вдруг про нас забыли? Мамочки! Курочки! Что делать? Этот огонь хочет к нам подобраться! Спасибо! Ребята, я надеюсь, что мультик вы смотрели внимательно, и поэтому с легкостью ответите на мой первый вопрос. Это задание на внимательность. В мультике говорилось о том, как правильно себя вести в случае возникновения пожара. И вам необходимо назвать правильные действия в нужной последовательности. Объясню понятней. Если в квартире загорелся пол, что вы делаете? Первое, второе и третье. Сначала нужно позвонить 112 или 101. Дальше нужно ползти с мокрой тряпкой. Если дверь заперта, то надо ползти в ту комнату, где еще нет огня. В дальнюю комнату. И щелины закрыть мокрыми тряпками, чтобы огонь не дошел. И дожидать спасателей. Молодцы, ребята! Вы правильно ответили на мой вопрос, и поэтому зарабатываете 3 балла. А теперь наступило время второго испытания. Из трех вариантов ответа на мой вопрос вам нужно будет выбрать верный, и сделать это за максимально короткое время. Вы готовы? Да! Итак, слушаем мой вопрос. Что нужно делать, если в квартире пожар, а дверь при этом закрыта? Вариант номер один. Спрятаться в шкафу, взяв при этом мобильный телефон. Вариант номер два. Закрыться в дальней комнате и ждать приезда спасателей. Либо вариант номер три. Открыть окно и кричать «пожар». Вариант номер два. Да. Молодцы, ребята! Правильный ответ номер два, за который вы зарабатываете 2 балла. Я вас поздравляю! Ура! Ни в коем случае нельзя прятаться в шкаф или под кровать, а также открывать окна. Так огонь разгорится еще сильнее. Запомнили? Да. Ну а время приступать к нашему третьему испытанию. Это загадка на тему нашего сегодняшнего разговора. Если вы ответите на нее правильно, то заработаете 3 балла. Если же ответ ваш будет неправильный, то один балл я у вас заберу. Слушаем внимательно. Кто стоит и строг, и важен, в ярко-красный фраг наряжен, как на службе часовой охраняет наш покой. Ну а если вдруг случится что-то где-то задымится, или вдруг огонь злодей разгорится у дверей, он всегда помочь успеет. И злодея одолеет. И ребенок, и родитель знают. Он... Огнетушитель. Огнетушитель. Молодцы, правильно. Это огнетушитель. И вы зарабатываете 3 балла. Умницы. Ну а сейчас подошло время подводить итоги сегодняшней игры. Считаем, сколько баллов у вас получилось? Бонус наоборот был первый, потом 2 балла, потом еще 3. Так это уже сколько? Это получается? Это 6. Это 6. И вот за это сейчас еще 3. Итого 9. Да, получается 9 баллов. Правильно. Сегодня вы заработали 9 баллов. И сейчас спасайка внесет этот результат в таблицу. А ровно через неделю со вторым заданием будут справляться ваши соперники. Посмотрим, как это получится у них. Так что скоро увидимся, а место встречи остается прежним. Это ваша страна безопасности. Люстры, бра, настольные лампы, торшеры, уличные фонари, встроенная арматура. Советская, 97. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова